Всем привет! Если вы хотите заниматься у меня персонально, либо у вас есть желание готовиться к соревнованиям, то пишите мне в личку, ссылки будут внизу. Что на твой взгляд самый крутой бодибилдер в России? Не считая тебя. Даже не знаю, ребята, вот пришел тот момент, когда все равно приходит мысль в голову, что не до конца крутые все. Чтобы так сказать, что крутой, да? Ведь понятие крутое, оно такое абстрактное, да, и оно связано в основном с успехом, да? Но каждый спортсмен у нас где-то в чем-то, ну, что-то не так. Ну, если разбирать всех, да, вот там. Ну, разве что он у Шелестов Сергей, да, потому что у него 35 профессиональных турниров, извините меня, 35. Вот это действительно жизнь, вот это действительно человек жизнь свою посвятил. И больше ничем не занимался. Я знаю, что Серега больше вообще ничем не занимался. Он занимался только бодибилдингом, он качался. Вот, качался и выступал. Вот. На других, как не посмотришь, везде где-то что-то как-то параллельно чем-то занимались. Не знаю. Не знаю даже. Вот истинно преданный такой человек спорту. Да, у Федорова тоже есть такой имидж, что вот якобы он занимается в обычной качалке, якобы эта качалка там где-то, 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 я не знаю, на кладбище. Ну, я не думаю, что Федоров был без поддержек всю свою жизнь. Я думаю, что у него были всегда такие хорошие, блестящие возможности, находясь даже рядом. Там, ну, что там говорить, да, рядом с главой Федерации в Питере, там окружение такое, чемпионаты эти все, мира, Европы. Все же это неспроста, вы понимаете. Поэтому, с учетом того, что имел Шелестов, да, и он как бы всегда искал возможности для выступлений, и сколько у него турниров, и все-таки. Восьмерку на Арнольд Классик, я не помню, что на Олимпии у него было, но они все там на Олимпии постояли, просто Шелестов больше всех. Вот, не знаю, не знаю. Сложный вопрос. Сейчас Скоромный готовится к соревнованиям по тяжелой атлетике, да и красавчик. Я видел вот эти фрагменты, нихреновый вес он просто там срывает, чтобы такое сделать, попробуйте. Так, что там вот тут, ой, на твоем опыте каких-либо нам ошибок не делать. На твоем опыте каких нам ошибок не делать. Не заводить, у вас должно быть правильное окружение, это раз. Постарайтесь в раннем молодом возрасте отойти от своих друзей. Нужно понимать, что это не друзья, это все мудаки, которые тянут вас бухнуть. Бухнуть, погулять, прогулять ночь, когда человек нормальный должен спать, формироваться в молодости, закладывается вся база. Если ты как раз таки придешь домой, покушаешь, ляжешь спать, рано проснешься и посмотришь потом на своих дряхлеющих в 30 лет ровесников. Они будут либо жиром заплывшие, либо уже в морщинах. Потому что, ну мне вот допустим сейчас 35, если я своих сверстников встречаю, то мама родная. Ну, о половом акте там вообще говорить нечего. 35 лет, это женщина 35 лет, не каждая выглядит, да, хорошо. Вот, это уже как бы, а еще если учесть то, что люди не все там выдались внешне, то уж не дай бог. Лучше не смотреть в ту сторону. Лучше не смотреть в ту сторону.